Всем привет народ, с вами Варчик. В этом видео поговорим с вами про Астронрекс, что это вообще за танк, какая у него роль, справляется он с ней или нет. Взял на этом танке очень легко 3 от метра. Не помню, что на каком-то танке так легко и как по маслу шло и все очень отлично. Каждый стрим, результаты на нем были все лучше и лучше. На последних стримах средухи были там по 3 500, по 4 000. Танк показывает невероятные результаты. В итоге за 100 с хвостиком боев у меня получился один из самых лучших результатов на аккаунте, даже наверное лучший. Самый высокий средний опыт именно на этом танке. 69% побед, 3000 с хвостиком средний урон. На мой взгляд это наверное один из самых лучших по статистике танков на данный момент у меня на аккаунте. Среди восьмерок, среди премтанков. Астрон Рекс это средний танк поддержки, американский, премиумный. У него есть ряд необычных параметров. Чем-то он уникальный, но в целом он свой геймплей и свою роль в бою выполняет очень хорошо и четко. Поэтому на мой взгляд все те минусы, которые у танка есть, они оправданы. Поскольку на танке получается очень хороший результат. Итак, начнем с параметров орудия. 190 пробития, ББшками, 250 пробития под калиберами. По сути пробития так себе. Я ездил два барабана ББшек, остальное все под калиберы. К слову снарядов всего лишь 30 штук. И как только случается бой с хорошим настрелом, снаряды то и дело заканчивают. Поэтому блайндить барабаны в никуда лучше не стоит. Альфа у нас 320. В целом это неплохо, как для среднего танка. Еще и барабан на 5 снарядов. В итоге 1600 урона в барабане. Это довольно таки много, но 4 секунды между снарядами. Это накладывает некие ограничения и некоторые опасности. В тот момент, когда вы раздаете барабан, если вы размениваетесь с врагом, вы получите гораздо больше, чем на других барабанных танках. Поскольку враг успеет стрельнуть в вас явно больше раз, пока вы раздаете барабан. Поэтому лучше барабан раздавать из-под тяжка в крысу, так чтобы враги не стреляли вам в ответ. Это наверное одно из немногих таких ограничений на этом танке. Но даже с ним получается довольно таки неплохо реализовывать его геймплей. Из особенностей у танка еще очень быстрая скорость поворота корпуса. Да и в целом он вертится и башня и корпус как пропеллер. Я даже сказал бы, что это избыточная поворотливость. В полевой модернизации можно ее сделать чуть меньше. Но все равно танк квадратный, не длинный. Из-за чего очень тяжело поджиматься через всякие поджимчики, где нужно ехать под водой. Очень тяжело удерживать танк на склонах. Он очень быстро ворочается и плохо держится на наклонных поверхностях. Поэтому всякие там линии Маннергейма, поджимчики по воде, это очень опасная и сложная вещь. Также если вам нужно проехать где-нибудь на быстрой скорости на узкой дорожке, допустим на утесе с маяка спуститься вниз на полном ходу, это может закончиться не очень красивым спуском. Но если ездить по ровному, ездить на нем довольно таки легко и просто, поскольку максималка у него большая и вперед и назад. Танк назад едет практически так же как вперед. Это довольно таки удобно порою и это можно явно назвать плюсом. Враги некоторые будут в шоке от того, что вы просто жопой уехали почти так же как приехали лицом. И не успеют в некоторых моментах даже стрельнуть вам в ответ. Поэтому обязательно этим пользуйтесь. Также у танка имеется броня. 150 примерно приведенки в ВЛД и 200 в НЛД. Поэтому если вы стреляете в Астронрекса, конечно же смотря в какую сторону танк наклонен, но если он стоит ровно, лучше стрелять в ВЛД чем в НЛД. А вот если он играет через рельеф и задирает НЛД вверх, то возможно и в НЛД будет брони меньше, поэтому стреляйте внимательно. Во лбу башни там примерно 200 мм приведенки. На щеках башни уже побольше, там до 280 мм броня доходит. Лючок 150-120 мм. Там еще всякие триплексы, фигиплексы. Есть места там и вообще какие-то пиксели 20 мм. В некоторых местах там 250 мм. Короче, лючок большой и на нем броня пляшет. Но в целом ее не так уж много там. Лючок огромного размера и он очень сильно мешает играть, когда мы через рельеф пытаемся нагибать врагов. Но в целом быковать на этом танке через рельеф, через бугорочки, с хорошими вейнами, на барабане, довольно таки приятно. И танчик на самом деле часто отбивает свои башни. Поэтому геймплей хоть у танка и типа поддержка, но на самом деле он и быкануть может довольно таки часто. В топе прям вообще с легкостью может поиграть от башни на расстоянии. Если двигаться, то все получится хорошо. Из явных проблем у танка очень плохая удельная мощность. Он слабо разгоняется. Пониженное пробитие и перезарядка между снарядами внутри барабана 4 секунды. Также у танка мало снарядов. Это наверное основные минусы. Но на самом деле они вообще никак не мешают четко исполнять роль танка. Конечно же фармерам этот танчик премиумный не назвать. Но с резервами и примаккаунтом он в плюс уходит. Поэтому пока я отметочки набивал, незаметно туда-сюда несколько лямов серебра набежало. Танкам я полностью доволен. Он мне очень сильно понравился. Это наверное один из самых интересных и любимых примтанков для меня. Долгое время я играл на всяких там СТшках ватных. Поэтому геймплей танков поддержки я люблю. Он мне очень сильно нравится. И люди которые понимают что это такое, скорее всего тоже полюбят этот танк. Здесь все зависит от того, как вы смотрите на бои в Варду Тан. Поскольку играть роль поддержки это не просто следовать каким-то там правилам. Одному, двум и четко их исполнять в бою. Роль поддержки это стиль жизни. Стиль ведения боя. Он заключается во всем. Куда ты едешь, в какой момент боя, почему ты туда едешь, что ты там собираешься делать. Когда атаковать, отвлекать врагов, заезжать неожиданно. Поддерживать своих союзников, когда они атакуют с неожиданных сторон. Такие танки могут на поле боя делать все. И они даже не могут, а обязаны это делать. И в таком случае они будут приносить огромнейшую пользу. Допустим у меня на Астронрексе такое огромное количество ничьих было. Просто потому что я бои доводил до максимальных результатов. Больше в бою невозможно было сделать ничь. Я выжимал все. До последнего снаряда. У меня было много боев, когда у меня просто снаряды практически заканчивали. Очень много ничьих. Когда у меня в конце там в барабане уже оставалось 1, 2, 3 снаряда. Которые заряжались и уже просто время боя там истекало. Или я последним снарядом не пробивал последнего врага. И при этом процент побед был практически 70. И процент выживания 55. Танк просто шикарный для того, чтобы тащить бой до самого конца. Он может многое. Он подготовлен под все виды ситуаций. Возможно не во всех ситуациях он выглядит как имба и сверхсильный. Но ко всем ситуациям он готов. Единственное к чему этот танк не готов. Это встречаться с какими-то бронированными танками лоб в лоб. В коридорных картах. Поскольку это танк поддержки. Поэтому на нем нужно понимать и искать моменты в бою. Когда вы можете раздавать свой барабан. В этом суть этого танка. Найти несколько идеальных моментов. Где можно из-под тяжка в крысу раздать свой барабан. И тем самым повлиять максимально на исход боя. И выживать максимально до самого конца. Я думал что Skoda T56 будет самым сильным и имбовым прим танком для меня. Но тут картошечка выкатила этого Астронрекса в коробках. Еще и с моим любимым геймплеем. Хоть я и последнее время в основном играл на тяжах. И считаю что это самый актуальный сейчас геймплей. Играть на разных тяжиках которые вам нравятся. Поскольку картошкины карты сейчас в основном коридорные. Но все же как игрок в картошке я вырос из танков поддержки. И как показал мне этот танчик. Я до сих пор умею это делать. Люблю. И в целом танком я доволен. И в конце расскажу про оборудование. Проблемы еще есть и с точностью. И с удельной мощностью. Это те проблемы которые мы можем решить. Некоторые люди собирают этот танчик на скорость. Я же собрал этот танчик на точность. И никаких проблем у меня не было с танком вообще. Мое оборудование это. Вентиляция. Стабилизатор. И улучшенный прицел. Стабилизатор и вентиляция фиолетовые. Улучшит прицел розовый. Так же стояла инструкция. На вентиляцию и доппайок. Да в целом танчик быстро не разгонялся. Но медленным его тоже не назвать. Пишите в комментариях как вам этот танчик. С вами был Варчик. Горать красиво. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok